Всем привет! Сегодня я расскажу, что нового мы придумали и сделали в E3 и в инфоблоках, ну, по сути, в двух самых популярных модулях. Ну, конечно, начнем с ОРМ. В прошлом году, на прошлой конференции презентовали объекты коллекции и, в принципе, это нам раскрыло достаточно такой большой ассортимент направлений, куда можно дальше двигаться. И пошли мы в первую очередь в групповые операции. Ну, доклад будет, как и в прошлый раз, состоять практически полностью из код-сниппетов. Во-первых, групповое добавление. То есть, когда нам нужно добавить несколько объектов, мы можем сложить в коллекцию и одной командой добавить в базу данных, сохранить. И, наверное, некоторые подумают, что все это будет происходить одним запросом в MySQL и будут немножко неправы, потому что есть такая тонкость в нашей тестовой сущности книг. У нее есть автоинкрементное поле ID, ну, как и во многих, в большинстве, подавляющих сущностей. Специфика такова, что, чтобы нам отработать события, нам нужно знать ID вставленных записей. И когда мы вставляем одну запись, мы этот ID получаем в функции, там, драйвера, lastinsertedID. Когда мы вставляем несколько записей, такой возможности нет, MySQL ее не предоставляет. Поэтому в данном случае URM переключается на режим по штучной записи. Но можно по-прежнему добиться одного запроса, например, отключив события, то есть передав параметр в сейв. В таком случае все записи из коллекции пойдут одним запросом в базу данных. Но здесь нужно понимать, что это ответственность разработчика. Допустимо ли вообще отключать события в вашей сущности? То есть если это сущность рабочая, на нее там кто-то ориентируется, важные подписчики есть, то, наверное, этого делать не стоит. Если же сущность какая-то там служебная, внутренняя, то почему бы и нет? Ну, может, у нее и в принципе не предполагается никаких подписчиков событий. Ну, там для добавления, там и редактирования. Здесь уже можно увидеть один запрос. Но опять же с нюансом, что набор данных, набор полей и набор данных должны быть одинаковые. То есть если вы меняете что-то одно во всех объектах, то, соответственно, это можно провести одним запросом. Но это уже ограничение MySQL по сути. То есть разные данные. Если хотя бы в одном объекте что-то будет отличаться, то один запрос сорвется и все будет происходить поштучно. Ну и здесь, в принципе, можно увидеть еще один момент, который можно оптимизировать. Это как раз установка значений в цикле. Для упрощения сделали это одним методом. То есть у коллекции появились именованные методы, так же, как у объектов. И таким образом можно сохранить немножко строчек кода и все это одним запросом выполнить. При этом методы также не нужно запоминать. То есть генератор аннотации, он теперь не только объекты аннотирует, но и коллекции. То есть все это будет в PHPStorm по-прежнему подсказываться и красиво и удобно работать. В объектах тоже немножко мы поработали. Ну там скорее микроменеджмент значений. В данном случае в объектах появились методы исфилд. То есть он отвечает на вопрос, содержит ли объект актуальное значение. Ну то есть актуальными, я напомню, это являются значения, которые хранятся в базе данных. Ну либо в которых вы уверены, вы их там через вейкап как-то в объект подложили, вы точно знаете, что это вот то самое значение, которое объекта должно быть. Соответственно исфилд отвечает на вопрос, есть ли в объекте значение какого-то конкретного поля именно актуальное. Второй метод исченчит. Он на два разных вопроса отвечает в зависимости от статуса объекта. Если объект существующий, то есть он из базы данных был выбран или завейкаплинг, тогда, ну по сути говорящее название, он отвечает на вопрос, изменялось ли значение. То есть было ли установлено в процессе какое-то другое значение. И еще не сохранено в базу данных. То есть это значение как бы временное, оно еще в памяти, и оно является измененным. В случае с новыми объектами метод отвечает на вопрос, было ли в принципе установлено какое-то значение. Ну то есть по сути этот метод говорит о том, что в процессе сеанса кто-то воспользовался септором и записал это значение в объект, но оно еще не сохранено никуда. То есть оно пока что еще вот такое плавающее. Третий метод это по сути комбинация предыдущих двух, ну когда нам нужно знать, есть ли вообще значение поля в объекте. Нам не важно. У нас там допустим обработчик событий, и мы просто хотим узнать с какими-то целями, есть ли значение поля. Хоть оно актуальное, хоть оно временное там пока что в памяти, нас это не интересует. Нам просто нужно на что-то опираться. Конструктор объектов принимает теперь массив значений, которые, по сути, внутри там отрабатывает септор. Ну это не сказать, чтобы какое-то существенное изменение, а скорее косметическое. И на самом деле, на мой взгляд, такого кода в высокоуровневых каких-то элементах, типа компонента или контроллера, быть не должно. Ну потому что откуда у нас может взяться этот массив? Например, он из формы пришел. Значит, по-хорошему должен быть обработчик формы, ну там конструктор формы, еще что-то, что обработает входящие данные, отвалидирует, что-то там с ними сделает, отформатирует, и вам вернет ваш высокоуровневый код уже готовый объект. То есть это, по сути, ну такой костырь. Но, тем не менее, жизнь показала, что он востребован, и что это нужно сделать. Кроме того, те, кто в свое время не дождались объектов ОРМ, они сделали свои объекты, и вот нередко там можно встретить именно такой подход. То есть когда конструирование объекта начинается передача массива. Соответственно, такая конструкция сделает переход со своих объектов на ОРМ менее болезненными, то есть больше совместимости останется. Вспомогательные данные, ну, все, наверное, пользовались рантайм-полями, можно их назвать вспомогательными данными, и до настоящего момента они были доступны через универсальный геттер, гет, в который нужно было передать название поля. Сейчас мы эти данные выделили в отдельный контейнер, который инстанс нашего стандартного типа дикшенари, и теперь можно не только, ну, то есть можно теперь и по-старому получать рантайм-поля, и можно обращаться непосредственно к этому контейнеру, получать поля, и можно еще и свои данные тогда какие-то восстановить. То есть, ну, если вам нужно прицепить какой-то свой набор данных к объекту, чтобы он за ним следовал, что нужно было раньше сделать? Нужно было отнаследоваться, там, свойства свои какие-то, например, описать, и использовать их. Ну, если в упрощенном виде вам нужно просто вот буквально немножко данных положить, и пусть они вот с объектом входят, то можно воспользоваться вот этим хранилищем в своих каких-то целях. Ну, тут немножко забежим вперед, раскроем архитектуру инфоблоков. На самом деле, кто пользовался другими ОРМ, они могли встретить понятие скоупа, то есть это такая безусловная, ну, либо именованная штука, которая выполняется во время запросов. Ну, нам понадобился у нас внутри безусловный такой глобальный скоуп. Что это такое? У нас есть таблица с элементами инфоблока, в ней хранятся, ну, все элементы, то есть всех типов. То есть, по сути, у нас в одной таблице хранятся данные разных типов. И мы хотим навесить на эти данные разные сущности. То есть один инфоблок — это одна сущность, другой инфоблок — другая сущность, но все они в одной таблице. Мы создаем несколько сущностей, но нам нужно их как-то логически ограничить, чтобы каждая сущность отвечала только за свой диапазон данных. И таким образом можно определить метод, который будет вызываться при каждом запросе, абсолютно при каждом. В него передается query, и с ним можно делать что угодно. Ну, то есть самое очевидное — это фильтр какой-то добавить, чтобы разграничить данные, но на самом деле можно туда и в select добавить. То есть были запросы, например, чтобы при каждом запросе в базе данных обязательно какие-то поля выбирались. Вот можно воспользоваться методом и в query добавить какие-то select, ну, либо группировки. Ну, то есть, в принципе, это, наверное, в некотором роде аналогия view из my query, то есть можно что-то там навешивать. Подписка на события — это старый еще очень формат, еще со времен бэк-референсов. У многих вызывало нарекания, критику, часто очень ошибки допускались, то есть нужно было помнить имя сущности там указателей, book или book table, а нужен начальный слэш или нет, как там двоеточие. Ну, то есть, как бы не совсем хорошее решение было, мы его поправили в более регламентированный, стандартизированный способ. То есть в URM появился свой менеджер событий, и в него мы можем передать класс сущности и указание на код события через константу. То есть помнить, по сути, ничего больше не нужно. Ну, и для пущей гибкости в качестве идентификатора сущности подойдет как класс дата-менеджера или инстанс-менеджера сущности, или класс объекта, или сам объект. В общем, любой артефакт, по сути, который там производный от сущности, можно передать то, что у вас под рукой есть, и подписаться на события. Это что касается URM. Теперь перейдем просто к изменениям в ядре. Ну, раз тему событий подняли, то было такое у нас небольшое изменение — ленивые параметры в событии. То есть когда у вас параметры вычисляются, там, в базу данных сходить или еще что-то посчитать, что-то сделать. И потом обидно, если никто из обработчиков этими данными не воспользовался. Ну, у нас, по крайней мере, такие случаи вот есть в некоторых модулях. И для них мы сделали ленивые события. То есть эти события начнут читаться только тогда, когда кто-то из обработчиков реально запросит, скажет, что мне нужен какой-то там параметр. Тогда эти события посчитаются и выполнятся. То есть лишней работы не будет. В AJAX-контроллере тоже есть пара новинок. Ну, типичный AJAX-запрос. У нас есть контроллер для работы с папками, ну, в модуле диск, например. И передаем ID папке. Ну, в контроллере мы не хотим получать ID. Ну, то есть зачем нам ID? Нам нужна папка, объект папки. Мы работаем с объектами. И в каждом экшене мы хотели бы иметь объект. То есть в данном случае придется в каждом экшене по ID получать этот объект, инициализировать, что-то с ним делать, либо это вынести в отдельный метод. Но в любом случае в каждом методе придется что-то писать в эту часть. И добавили автосвязывание. То есть можно смаппить этот ID на инициализацию объекта. Таким вот образом передать там класс. В том числе это могут быть дочерние его классы. Передать название параметра. И, собственно, callback, который этот объект будет инициализировать. И тогда в каждом экшене, для каждого экшена будет происходить данное преобразование. Обработка исключений. Раньше она только системно делалась. Но такая небольшая недоработка была. Теперь отдаем это на лодку по разработчикам. То есть можете с исключениями делать свои X-контроллеры то, что посчитаете нужным. Нередкий такой случай у нас есть. Сценарий, когда мы хотим в компоненте передать его параметры, ваяк запрос к этому же компоненту. Но мы хотим быть уверенными, что эти параметры настоящие. Пользователь с ними ничего не подменил, ничего не сделал. То есть это те самые оригинальные параметры компонента. Для этого мы их подписываем. Сейчас можно пользоваться такой конструкцией. То есть можно применить интерфейс контроллера. И работа с этими параметрами будет происходить автоматически. То есть определяем список параметров, которые нам нужно подписать. И в экшене они уже автоматически раскрыты. То есть не нужно их распаковывать, проверять запись, что-то с ними делать в шаблоне. Но это выглядит тоже в достаточно готовом виде. То есть обращаемся к объекту компонента, берем эти параметры. И куда-то их через JS отправляем дальше в AJAX. То, что появилось нового, это то, что теперь в отдельно стоящем AJAX контроллере, который находится в файле AJAX PHP, можно также воспользоваться этой фичей. Но она выглядит чуть менее нативно. Но тем не менее, тоже не нужно теперь работать руками, разбирать все эти данные, подписи, проверять. То есть все это автоматически будет доступно. Добавили поддержку Redis по многочисленным просьбам высоконагруженных проектов и сделали сразу же кэш, сессии и поддержку Монури Кластера. Для истории пример настройки, может быть, пригодится, презентация останется. Для чего это сделали? По факту. На нашем стенде получили такой рост производительности, 24% по сравнению с нем кэшом. Я так понял, что основной прирост дала некоторая оптимизация в Redis, которая позволяет работать сразу с группой записей, а не с одной. То есть прирост довольно существенный. Скорее всего, в X24 мы тоже будем менять неокрашен на Redis. Инфоблоки. Типичный запрос инфоблока. Многие, наверное, видели его. И если распечатать там SQL, там что-то получается очень страшное. Много джойнов, выбираются все поля. Ну, то есть смотреть на это больно. И мы решили тоже немножко поменять. Опять же, по просьбе высоконагруженных проектов, внесли некоторые изменения. Визуально, ну, они не сказать, что бы значимые. То есть убрался префикс каталог. То есть теперь можно поля, которые там из каталога, можно их писать без префикса и, в принципе, выглядеть чуть лаконичнее. Но внутри поменялось чуть больше. То есть слева запрос, который сейчас, справа запрос, который был раньше. То есть там джойны сократились там в два раза. Поля теперь все выбирать не нужно. Ну, то есть запрос приобрел человеческий вид. Инфоблоки плюс URM. Самая востребованная штука, которая в прошлом году ко мне подходили после доклада, и каждый первый называл это главной болью, что в инфоблоках устаревшая АПЕ. Мы начали двигаться в этом направлении. Выглядит это примерно так же, как в файлоблоках можно узнать почерк. То есть каждый инфоблок — это отдельная сущность, отдельный тип данных. Разумеется, там доступна работа со свойствами. То есть можно и выбирать их, и фильтровать без каких-то там дополнительных костырей. Поддержка списков, ну, то есть базовые типы — все это присутствует. Кроме того, в старом АПЕ секциями тоже приходилось что-то там придумывать. То есть здесь секции доступны нативно, можно сказать. То есть, по сути, это отношение one to many от элементов к секциям, и они доступны на уровне объектов так же, как и любое другое отношение. Если у вас свойство ссылается на какой-то элемент другого инфоблока, то теперь там тоже не просто ID этого элемента, а там полноценный объект именно того инфоблока, на который вы ссылаетесь. То есть работа ничем не отличается от любых других сущностей лоера. Если у вас там кастомные типы, то предусмотрена возможность, к вам там придет сущность, свойства, и вы в эту сущность добавите какие-то нужные поля, то есть чтобы все это работало именно в физике в ОРМ. Ну, под капотом там поддержка фасетных индексов для быстрой выборки. И поскольку вы можете непосредственно влиять на наши планы разработки, как это произошло уже с интеграцией ОРМ, хотелось бы услышать от вас пожелания, ну, как возможные планы, да, это создание и редактирование элементов, ну, то есть самые очевидные права доступа, может быть интеграции там с бизнес-процессами, еще что-то. Ну, в общем, хотелось бы узнать от вас, что нужно в инфоблоках, что наиболее востребовано, что наиболее эффективно именно сейчас. И у меня, в общем-то, все. Спасибо. Отлично. Дмитрий, я сразу же вопрос. Когда будет обновленная документация по D7? А что именно? По презентации? Вообще все просто. Просто ответить на вопрос. Когда? Ну, по ОРМ документация есть. По D7, ну, в принципе, какие-то самые основные моменты есть. То есть вот конкретику, наверное, какой-то более конкретно. Традиционный вопрос. Вот ты сейчас вот это все рассказал. Когда это началось? Самый главный частный вопрос. Ну, будет. Большая часть этого уже есть. Что-то даже там уже в очереди в тестировании стоит. И не проходит уже пару недель. Вот. Ну, в общем-то, это все планы на весну. Все, у вас здесь еще вопрос по поводу получения презентации. Коллеги, мы вышли несентрализованно. Сейчас пока что говорить не можем. Давайте вопрос из зала. У нас еще целых 10 минут. Доброго дня, Дмитрий. Очередной год говорю спасибо человеку по имени Адмитрий Медведев. Вопрос вот такой. Вы сделали Redis для сессии. Мы делаем таран, по-моему, как-то поприятнее. Там можно сделать, чтобы можно было просто отнаследоваться от класса. Потому что сейчас в исходниках BittX, if ничего, файлы, if nemcash, new class nemcash. То есть никакого поиска класса, по сути, нет. И что мы в недоитератор, мы фактически в ядро залазим, делаем еще один слой if, и становится плохо. Да, да. Это добавлено. Появилось, да? Я рад. Указать свой класс, там, или файл, или подключить свой драйон. Здесь вопросы у нас еще есть. Давай, Дим. Раз, раз. Дим, привет. Да. Когда появилась прекрасная ORM-ка на инфоблоке. Теперь вопрос следующий. Вот у нас есть обычный datamapper, где описана наша собственная сущность, наша собственная таблица. Если мы через reference fields, можем ли мы вообще через reference fields подписаться на этот, собственно, объект инфоблока, или нужно там копилировать его перед этим как-то? Ну, там пока не совсем решен вопрос, как удобно имя класса получить этой сущности. Ну, то есть там в примере на слайде было, да, то есть там у нас есть ID-инфоблок, и из него мы из ID получаем имя класса. И да, на него можно ссылаться, то есть если вы на него ссылаетесь, срабатывает автолодер, поднимает инфоблоки, поднимает эту сущность, и все работает, ну, нативно. Но это если он скомпилирован, а если еще не было? То есть, например, мы из своей сущности получаем. Он скомпилируется, автолодер его скомпилирует. То есть уже подходит. Да. То есть он понимает принцип именования классов инфоблоков, Он видит, что хотят класс инфоблока, он его конкурирует, и все, инфоблок присутствует в системе, можно с ним работать. Дима, смотри, знакомы ли у тебя такие компоненты NewsVisky, NewsDetail? К сожалению, нет. Окей, хорошо. А когда ты их перепишешь? На ОРМ, на ОРМ. Ну, во-первых, это не я переписываю. Я не получил этот малыш, что ты не знакомый, не надо. Во-первых, это переписываю не я, все-таки мы работаем командой большой. Просто так или иначе. Тебе известно, когда они будут переписывать? Очень-очень нужно. Пока таких планов не было. Но пожелания готовы слушать. Давай. Дима, спасибо за обновление. Это полезно. У меня тоже больной вопрос по компонентам. Ну и в целом по системе. Скажите, когда-нибудь вы будете там ковырять в метрах? Меня интересует авторизация пользователей, восстановление пароля. Вот вынести это из глобального непонятно чего объекта, чтобы можно было нормально управлять сессией регистрации вот этим вещами. Ну, сложно сказать, на самом деле, не обсуждая этот момент. Ну, потому что, наверное, тоже страшно смотреть на это, что-то там планировать. Тоже их не знаешь, что ли, или что ли? Нет. Слышал никогда? Знать-то я знаю. То, что, когда у самих мыслей возникает, то очень быстро их отправляем. Я тогда просто отвечаю за пингануток. Ну, да. Это важно, да. Спасибо. Давайте еще. Привет. Спасибо за доклад. Вот интересует вопрос, появится ли возможность отключить JavaScript ядро, которое подключается, ну, и часто возникает потребность отключить ее, но и сами не используются. Ну, здесь я, наверное, не подскажу, это лучше вот на митинг-поинте встретиться с кем-нибудь из наших ребят. Я могу подсказать. Его можно вывезти. Можно вывезти. Вам, думаю, в кулуар, да, на общение. Вот здесь еще вопрос спрашивают не по теме, будет ли у нас авторизация по телефону. Коллеги, она есть в тестовом режиме, пока что еще и не написано. Она работает. Еще давайте вопросы в зале. Дима, такой вопрос. Есть клари-фильтры? Вопрос, будет ли сайблок элемент гетлист их поддерживать, потому что оно очень нужная штука. Ну, в старой API, опять же, то есть что-то там менять очень тяжело, и вот это, наверное, лучшие изменения, которые удалось нам добиться по производительности. Но, а зачем в старой API, если появляется новая API? Появляются новые API, но все равно пока до выборов не дотягивает. Все равно удобнее написать в сайблок элемент, дописать какой-нибудь джоин и по собственной табличке еще получить данные. А так получается нельзя, а получается нужно сначала либо через собственную, либо через датамаппер. Ну, это только начало, то есть, опять же, давайте пожелания, и на следующей партнерке, возможно, уже будет то самое, что нужно людям. Смири, у нас еще вопрос, еще время есть, целых 6 минут. В групповом методе сейв, когда выполняется, как обработка ошибок происходит? Там возвращается такой же объект, как и при одиночной операции, объект результата, и в случае, если какие-то там несколько ошибок, они все накапливаются в один объект. Ну, то есть, объект один, и в него накапливается. Каково именно, конкретно произошло? Ну, вот здесь, да, такой вопрос уже поступал буквально там вчера на прогоне презентации. Что-то, что-нибудь сделаем. Не присмотрели, но добавим туда идентификатор и отсылку к объекту. Можно было не ошибку, что-то пошло не так. Дмитрий, приветствую. Подскажи, пожалуйста, я же понимаю, что новое уровень инфоблоков, ты пишешь только к инфоблокам 2.0, 1.0 мы не рассматриваем. Пока что сохраняется поддержка и 1.2.0, пока что сил на это хватает. То есть будет вот новое уровень, мы сможем и с 1.0 работать, да? Да, но с любым инфоблоком. Окей, спасибо. И валяющий личный для нас вопрос. Роутер, контроллер внедрили, а роутер нормально к ним прикрутим. Собираемся хотя бы в этом состоянии в сторону идти. Роутер это большая штука, мы о ней помним. Она очень легко, от Symfony взяли, припутили, от контроллера уже есть, а там же просто взяли, как бы это, с любым Symfony. Ну, посмотрим. Окей, еще. Иван, у тебя есть? Нет. Нету. Давайте, еще у нас есть времечко буквально на вопрос. Ну, здесь, наверное, вопрос, не знаю, к тебе, не к тебе, но он последует, почему-то он в твой доклад. Как настроил PitchPay Storm для работы с Bittrex в надаленных северах? Твой опыт. Пока вопросов больше нет. Ну, не знаю, есть. СФТ, например, с FTP Storm. Окей, так устроенный вопрос. Если больше вопросов нет, давайте завершать. И спасибо, Дима. У нас обед. Встречаемся через... Продолжение следует...